В сильных проблемах финансовые, допустим, безденежье, да, и потом, получивший откровение о Боге, как Эль Шадай, более чем достаточном Боге, обеспечителе своем, и финансово процветающий ныне, и уже благоставляющий, один мой товарищ так пережил благословение, вот, на сегодняшний день он, ну, хорошо зарабатывает, будем так говорить, он дает работу многим людям сейчас уже, даже, так вот скажу так, раньше сам зарабатывал лишь, а теперь дает работу людям. Хорошим людям, врачам, и самое интересное, когда мы общались с ним в последний раз, вот, 90% всего того, что он зарабатывает со своей работой, ну, бизнес этого, это он то, что сеет, ну, даже больше, чем 90%, потому что 90% это по его тетрадкам выходило, там он показывал мне эти записи, вот, значит, куда, какие проценты от этого дохода всего своего он распределяет, все очень четко, все очень подсчитано, вот, значит, ну, как бы там, доцента все высчитывает внимательно очень, он очень, он такой настоящий игре, вот, он все подсчитывает полностью. 90% это то, что он раздает, значит, и плюс еще, с этим 10% мне, вот, вот так вот хватает, и мне, вот, мы с семьей живем, вот, значит, и плюс еще, кроме этого, 90% еще уделяет еще, там, ну, в частности, там, мы приехали, там, с пастором Юрой Брюнером, значит, там, у них церковь молодая, и там, они, там, должны были что-то еще, там, прикупить, и он в конце, там, еще, там, раз, ему конвертик, а потом я Юре спрашиваю, ну, благословил бы, да, благословил бы. Вот, значит, это еще, помимо всего этого, он еще благословляет еще так еще, своей рукой, вот, а начался просто, он, он, начался вообще, фактически, без ничего, на пособие жил по безработице, там, в Германии, вот, так вот, значит, и с нуля, начал бизнес, теперь уже две клиники свои уже, стоматологические, вот, значит, Франкфурт-на-Майне, хороший город, пробиться стоматологу было там невозможно вообще, вот так вот, а пробился человек, вот так вот, туда, где без мыла не залезешь, а он с Богом залез, с Богом, да Бог ему дал такие вообще удивительные вещи, это отдельное свидетельство просто для меня, это было, я когда общался, я понял, отдельное свидетельство, а с Москвы уезжал он, было просто обычным советским человеком, не религиозным совершенно, вот, ну ладно, и, и, и теперь ему, он уже далеко не атеист, конечно, уже близок и к христианству, близок очень, вот, значит, и, так вот, интересно, ему теперь хоть кол на голове чеши, но если ты будешь говорить, что Бог, он не обеспечивает и не благоставляет, и он не является более чем достаточным Богом, он скажет, нет, это неправда, потому что я знаю, может, Бога всего не знаю, но вот эту сторону его, я знаю точно, что он, действительно, обеспечивающий более чем достаточный Бог есть, да, ну это отдельная тема тоже, учу, и о подобном тоже у себя в церкви и в гостях, вот, вот, но самое для меня рема, касающиеся моего служения, лично моего служения, мое служение реформация, реформация в православной церкви, и, конечно же, я не отделяю православие от всего христианства, вот, я верю, что это действительно так, что прославляется ли один член, все тело прославляется, страдает ли один член, все тело страдает, и поэтому, если в какой-то части тела Христа происходит обновление, оживление, реформация, это благословение для всего тела Христа, я в это верю, и так и действую, и вот, но, до 2003 года, очень трудно было в это верить, честно говорю, я, вот, как тот еврей, который, верю в Господи, говорил, да, помоги моему неверию, вот, он верил, а порой и не верил, было очень сложно, верю, не верю, вот, я тоже так вот, Знаете ли, верю, верил, что это, да, возможно, это, тем более, Бог кое-что показывал перед началом служения моего, такого реформаторского служения, вот, но, знаете, молишься, веришь, а так с людьми пообщаешься, какая там реформация, не дожил бы быть бы живу, и вообще, ну, горба там могилы исправит, оно надо, оно никому не надо ничего, вот. Сколько раз было просто пожелание, просто снять эту рясу, и все, и прибнуть какую-то обычную евангельско-пратестантскую церковь, что там велосипед изобретать, и так много всяких там течений, конфессий, можно на выбор найти на любой вкус и цвет вообще. Вот, сегодня, значит, думаю, что мне там, значит, там велосипед изобретать, вот, значит, и, ну, ладно. И так продолжалось у меня какое-то борение постоянно такое, то верю, то не верю, знаете ли, до 2003 года. И вот в третьем году, значит, было происшествие, чудо в моей жизни. Вначале была трагедия, да, я попал в ДТП, я сбил подростка, школьника, который на мотоцикле выехал покататься, как потом там выяснилось все у следователя. Короче, этот пацан выехал покататься на мотоцикле, сбежал со школы, с уроков, и с другими ребятами, они там на мопедах, на мотоциклах выехали, выезжали кататься. С разных сел съезжались в одно село определенное. И вот, значит, и так получилось, что вот этот парень высвечил дорогу, трассу со своего села этого, в то село, которое было, по-другому, да, на стороне дороги. И удар был сильный, удар был смертельный, вот, ну, шутка, или две тонны на скорости, значит, и мотоцикл в одной стороне, пацан в другой стороне. Я выскочил из машины, жена, дети были целы, выскочил из машины, мотоцикл валялся, ближе, там, подбежал к телу, без признаков жизни, пацан. Я впервые в жизни молился, ну, за упокой я много молился в свое время, до 96-го года, но здесь я молился впервые в жизни, молился за воскрешение умершего этого. Просто вопил к Богу. И Бог был милостив ко мне, к этому пацану мальчик ожил. Когда он ожил, я тут же думаю, вдруг он был не мертв, а может быть, это просто был такой обморок, у него не показалось, может быть. Ну, ладно. Потом все остальное, там, значит, показывало на то, что все-таки это был летальный исход, мертвый был. Значит, и согласно мнению врачей, и полицейских, потом, значит, и прочее. И вот, значит, и другие происшествия. Но более подробно, кому интересно, об этом я рассказываю, свидетельствую, можете послушать, значит, в записи на Ютубе. Найдете там мой канал, подпишитесь, обязательно не забудьте, да. Поделитесь с друзьями. Как называется, Сергей? А это мы потом, в процессе общения, отца. Не, ну, просто наберите в поисковой системе архиепископ Сергей Жуалев, и попадаете как раз в ваш покойный слуга. Да, значит, архиепископ Сергей Жуалев, поэтому, значит, там увидите дальше. Вот, и, знаете ли, в тот момент, когда все это произошло, мальчик был не только воскрешен, но был очень быстро исцелен. То есть, минут 10-15 его загрузили в скорую помощь, машину, значит, с поломками такими, несовместимыми жизнью травмами. Врач сказал, что мы не довезем его даже до больницы. Он не видел его мертвым, он видел уже воскрешенным его, но у него сзади была как голова, как переспелый армурс треснутый. Там кости разошлись, там мозги были видны. Вот, и в таком состоянии, ну, врач сказал, что мы не довезем его даже туда. Но они не только довезли, за тех 10-15 минут, что довезли его там до, значит, этого, до больницы, с этого места происшествия, то, значит, мальчик был полностью исцелен. То есть, кости срослись бесшовно, кожа срослась, кровь оставалась свидетельством, что это было на самом деле. Врач сказал следователю, это, говорит, чертовщина какая-то, значит, по его мнению, да, он сказал, что это не была, как, массовая галлюцинация, потому что, ну, мы видели то, что видели, и кровь оставалась на нем, проверяли мальчика, не чья-то кровь. Вот, значит, но когда ему смыли, все, не нашли ни синякаль, ни царапинки, ничегошеньки, бесшовно сросло все. Это одно. Дальше больше было. Хирург, он не видел всего того, что видел тот врач, но он тоже кое-что понял, что это чудо. Потому что мальчика догола раздели при нем, его всего осматривали, и этот хирург сказал так, что как будто бы его переодели в чужую одежду по дороге. Одежда свинилась в том, что на нем должно быть повреждение на теле, с ДТП. Явно признаки были удары этого. Но самое интересное, под одеждой было цело чистое, ни синяков, ни царапин, ничегошеньки. Дальше было еще страшнее ситуация для врача этого, для хирурга. Не только его тело проверяли, а еще и состояние его мозгов. С ним стали говорить, спрашивать о том, о сём, специально наблюдать за его ответами. Отвечал адекватно, все нормально. И вот по ходу этого разговора хирург узнает его. И говорит, ты у нас лежал уже в хирургии? Мальчик подтвердил, да, это я, я лежал в хирургии, был перелом. Падение было с мотоцикла, значит, был перелом у него когда-то, значит, там. И зажило все хорошо, значит, он снова гонял на мотоциклах, ходил в школу, все нормально. Но, когда дело дошло до снимков, вот здесь хирург, а он был убежденнейшим атеистом, знаете ли, он был даже славился там, значит, именно своим атеизмом. Мне младший медперсонал все это понарассказывал потом. Значит, так вот, медсестра, санитарки, что это очень, он славился таким чрезвычайным даже атеизмом своим. На грани богохульства даже. Но самое интересное, вот, он видел явное чудо божье. У него была немая сцена, знаете, как вот по гоголю. У него была немая сцена. Дело в том, что не только следы от новых всех переломов исчезли бесследно, но следа от старого перелома не было. Следователю, врач скорой помощи, сказал, среди прочего, в моем присутствии такие слова, что, говорит, как у него это не зажило в прошлый раз, хорошо, но не бывает, говорит, бесшовного срастания костей. Потом к вечеру были другие врачи, опять проверки, опять снимки, но повторное все показали то же самое, что у него не только новые все исчезли переломы, но и старый, след от старого перелома исчез бесследно, как будто не бывало его никогда. Вот, это уже, вот, было для него как чертовщина для врача того, поэтому он так и сказал. Вот, но это еще тоже не все. Значит, потом мы возвращались домой, и по дороге домой я пережил еще один стресс. Хотя казалось, слишком много для одного дня было и так уже стресса всякого. У меня была куча вопросов к Богу, но ответов не было, что это такое было в том дне. Вот, ну и почин такой был, потому что я никогда до того не молился за воскрешение мертвого. Знаете ли, ну и исцеление, были исцеления в моем служении, но вот такого быстрого, вот, от таких переломов не было никогда. Это для меня тоже было стрессом. Ладно, и я слышал громкий голос. Впервые в жизни ехав, вот я был за рулем, жена не спала, была со мной в машине, но она ничего не слышала, как потом выяснилось. На другой день уже мы общались, когда, утром. Выяснилось, она, оказывается, ничего не слышала. Я по умолчанию считал, что она все это слышала, потому что это было громко, как будто бы далеко за машиной все это должно было быть слышно. Но жена не слышала ничего абсолютно. Лишь я слышал. Зато она кое-что видела, ангела, а я не видел ничего абсолютно. Я просто видел дорогу, ехал, был за рулем, все. А она видела еще, но она не сказала мне сразу, чтобы меня как бы не напугать, значит, потом уже дальше рассказала уже на другой день, да. Значит, и знаете, что произошло? Голос говорил мне три раза одно и то же. Я это слышал в первый раз в жизни и, слава богу, последний. Честно говоря, не хотелось бы мне снова быть в таких ситуациях. Значит, и слышать этот голос было для меня таким стрессом, и вот прошло больше 15 лет, я до сих пор, когда вспоминаю об этом, ну, шок, честно говоря. Стресс очень сильный. Поэтому я, когда слышу, порой христиане говорят, я хочу слышать голос бога, я говорю, ой, лучше бы такого не было бы. Вот, честно говоря, вот, серьезно. Нет, тихий голос хорошо, приятно слышать, но когда это громко, и тогда вот так было сказано, как мне было сказано, то я, честно говоря, был, ну, это, как сказать, ну, если бы не бог, я бы там помер бы просто, вот, прям там за рулем бы. Просто душа бы из тела вышла бы, вот такое состояние было. Вот, а хотя он спросил мне нормальные вещи, три раза он спросил мне одно и то же. Этот голос спросил мне так, ты это видел? Три раза говорилось. Я не мог ничего ему сказать, абсолютно. Абсолютно ничего. Вот, что-то там пробубнил, что-то промемлил, попытался что-то промемлить, типа, да, господи, и все. Ничего не мог ему ответить, абсолютно. Вот, и три раза голос меня спрашивал одно и то же. А потом, третий раз спросив, и даже не дождавшись моего какого-то там такого мямления какого-то, этот голос так же громко сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И все. И вот куда, откуда пришел, куда, непонятно. Больше я ничего не слышал, потому что больше 15 лет прошло и не слышал. И знаете ли, и, но тот стресс я помню. От этого переживания. И, знаете ли, это отобразилось во мне. Я понял такую вещь простую, что то, что я видел тогда тем днем, и чем я был свидетелем, это образ как раз того, что будет с церковью. Мертвая оживет. Больное неизлечимо, согласно мнению людей, могилы исправит. А Бог исправляет это. Я вспомнил потом уже, на другой день уже, дома рассуждаем, вспомнил, как Моисея Бог послал. Тоже ему дал такие стрессовые ситуации. Представьте, змеей стала палка. Мертвая материя стала живой материи. А потом обратно. А рука за пазуху, прокаженная, неизлечимая, лепра, вдруг она стала здоровой. Моментально. Не постепенно, даже сразу. То есть, Бог показал ему такие вещи. В этих стрессовых ситуациях Он показал ему, что с народом Он собирается сделать. Мертвое сделать живым. Больное сделать здоровым. И Он хочет, чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. И Бог наш такой. Вот Он, если Он что-то задумывает, Он не отступит вообще. Он такой. У него хватка. Он добьется своего. Он добивается всегда своего. Удивительно. И, знаете, потом, когда я ехал дальше, я уже не слышал голоса. Но одна и та же мысль была. И это было из Писания. Эта мысль была. Это текст Евангелия от Иоанна, который я вам сейчас дарю. Евангелия от Иоанна 11.25. От Иоанна 11.25. Я есим воскресенье. Десятки раз одно и то же я слышал. Внутри себя. Это были мои мысли. Я есим воскресенье. Ехал и ехал десятки раз. Одно и то же. Самое интересное, не скучно было. Знаете, вот одно и то же повторялось, а мне не скучно. Я есим воскресенье. Я есим воскресенье. Потом еду дальше. Мысль продолжилась так красиво очень. Я есим воскресенье и жизнь. Я есим воскресенье и жизнь. Тоже десятки раз одно и то же вспоминалось. И не скучно. И это было очень воодушевительно. А дальше, там был один поворот кипти. Я запомнил этот поворот на всю жизнь. Значит, съезжал на трассу. И вот мысль продолжилась прямо вот. В момент, когда съезжал на трассу, мысль продолжилась вот таким образом удивительным. И верующий в меня, даже если умрет, а живет. Ну, я понимаю, текст синодальный, там нет этого, вот даже если. Но мысль была вот такая. Мне она так понравилась. Так. И даже если умрет, а живет. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя за это собрание. Благодарю тебя, что ты есть воскресенье и жизнь. Благодарю тебя за все братья и сестер. Благодарю тебя за то, что ты живой Бог, действующий в нас и через нас. Благословен Господь, Бог, Целитель, Освободитель, Искупитель наш. Ты мертвый делаешь живым, больное здоровым. Господь, совершаешь, Боже, удивительные наши чудеса. Тогда, 3330 лет назад, ты раздвинул море перед нами, и мы прошли по суше. Враги бросились было. Да куда там, потонули все. Господь, в пустыне ты питал нас хлебом ангелов. Там, где не было хлеба, ты дал нам хлеба. Не было воды, ты дал нам воды. Когда она была горькой, ты сделал ее сладкой. Боже, ты даже мясо бросал нам. И все, ты, Боже, заботился и показал нам пример хороший, что ты свой народ благоставляешь. Благоставляешь Бог всемогущий. Благослови детей своих миром. Во имя Христа Иисуса. Во имя Твоей любви. Во имя крови Твоей Святой. Пролитый, пролитый, 2000 лет назад, который мы спасены. Иисус. Благослови. 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 Благослови, храб Farah ¡Honcock! Благослови propost LEGO offered by the Lord. Благослови. И даст тебе мир. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в свое искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Благослови народ свой миром, шаломом. Ты есть воскресение и жизнь наша. Ты, Господь, Бог Святой, доказавший Свою любовь к нам кровью Своей, кровушку за нас пролившей, жизнь свою отдавшей. Слава Тебе! Слава Тебе и хвала! Благодарю Тебя и то, ради чего Ты отдал так многое, Господь, Ты хранишь, оберегаешь. Не человеками то рождено и не человеками то поддерживаем, а Тобою, Господь, рождено. И Тобою сохраняемо, Боже, народ Твой благословенный, любящий Тебя, жаждущий Тебя. Господь Святой, благослови народ свой миром сегодня. Боже всемогущий, чудесами и знамениями Ты сопровождаешь проповедь Слова Твоего. В этом мире прелюбодельном и грешном, в этом мире, лежащем возле, Ты зажигаешь свой свет. Ты есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. И мир не познал, не принял, оплевал, обругал, распял. Но те, кто приняли, те, чьи сердца растопились от Твоей любви, Боже, дал власть быть чатами Божьими, Твоими детьми, новым творением во Христе Иисусе. Спасибо за жизнь, спасибо за дар Твой, спасибо, благодарю Тебя. Благоставляю великое имя Твое в собраниях святых Твоих. Здесь, Господь, в этом собрании сегодня, Боже, не много нас собралось сегодня, Боже, но есть множество Твоих ангелов, Боже, посланников Твоих, Всевышний Бог, которые приходят с миром к нам, Боже, которые пребывают с миром среди нас и которые уходят с миром. Боже всемогущий, благословен Ты, Царь Вселенной всей. Бог, благослови эту землю многострадальную. Благослови, Господь, здесь много кровушки было пролитой, и слез, и горя, Боже, Боже, но Ты, Господь, велик. В прежнее время умолял эту землю, и дьявол вообще хочет умолить все и вся, обесславить, обесчестить и просто растоптать, убить, покрасить, погубить. Но Ты, Господь, даешь жизни, жизнь с избытком. Боже, Ты, Господь, возвеличив же на землю именем Твоим. Боже, благослови, Господь, своим духовным этим пробуждением, пусть пробудятся народы все, Господь, пробудятся люди, души людские. Даже те, кто сейчас, казалось бы, совершенно холоден, как сказано было сегодня уже с кафедры слова, в Твоем зачитанном послании, в Твое записанном откровении. Боже всемогущий, благодарю Тебя, пусть холодные станут горячими, Господь. А те, кто и не рыбы, и не мяса, и не то, и все, но Боже, пусть, Господь Боже, даже в таком плачевном состоянии, но пусть люди воспользуются Твоим добрым советом. Спасибо тебе, Господь. Боже, и пусть будет не так, чтобы не Богу свечка, не чертого черга, но чтобы действительно были помазаны верующие, любящие Тебя дети, благословленные Тобою, благослови народ свой, утеши, Господь, вседующий на сегодня, благослови, Господь. Во имя Иисуса Христа, благослови сегодня Израилем, благослови сегодня Ярушилаем, Господь, благослови сегодня, Боже, по всему лицу земли, всю нашу истрадавшуюся планету, потому что и весь мир растительный, и весь мир животный, а наипаче человеческий мир, Боже, страдает, стенает и мучается, ожидая откровения сынов Твоих. Пусть это откровение приходит к Господь, на эту землю истрадавшуюся. Боже, всеногущий, благодарю Тебя. Боже, и пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. И в конец можем спеть что-то доброе. Знаете, вот я предлагаю... А у нас капелла. А, и капелла еще, капелла. А перед тем, знаете, что еще? Есть такое... А мы сейчас перейдем туда, куда? Туда, там сейчас. Да, да, да. А сейчас торжественно. Да, торжественно. Аллинуя. Спасибо. Аллинуя. 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 Аллинуя.